Сегодня 30 апреля 2023 года на улице. Зима, и вы это знаете, почти каждый день я снимаю фирмы прямо в саду. Позавчера снял фильм, где Сергей привал непосредственно в питомнике они, на столовине, в тёплом помещении, в саду. У нас с него. Итак, сегодняшняя тема персики. Это вторая серия. Продолжаем. Почему? По толпу у меня две вещи. Первая, значит, укореняется идея, не идея, а как бы в головах, что персик, Хасанский, это персик железа, а есть сторонники этого, есть противники. Начнем со сторонника. Вот, начнем со сторонника. Вот это вот, есть у нас такой, как его назвать, канал, не канал, там трое участников. Я, дама очень интересная из Канады. Вот, и мой друг, мой земляк, подчеркиваю, земляк, из Сумской области Украины. Назовем ее пока только поймете свой рель Александрович. Вот, значит, вот эти вот персики. Сейчас я покажу. Вот эти фотографии, значит, персики, в конечном итоге, когда-то начало было от меня, и уже они в Канаде. Вот, попали туда длиннющим путем. Подписать себе, как идет путешествие по свету. А джаэлизова, значит, персики, хасанские, еще не железа, а сейчас их стали так называть. Попали моему другу. Тут же я в Шушевском районе, мой сад. А напротив, на другом стороне Енисея, в Хакасии, сад моего друга Чернобаева. Попали к нему. Он их вырастил. Потом они поехали к этому, к Малькову, на Урал. С Урала они попали на Украину в Запорожскую область. Мне, кстати, надо проверить в этой записи. Попали на Украину в Запорожскую область. На Запорожскую область они попали к моему другу в Шушевскую область, Валеру Александровичу. От Валера Александровича они с транзитом через Израиль там полежали и, в конечном счете, они попали в Канаду. Вот фотография из Канады. Круг замкнулся. Нет, он бы замкнулся, если когда-то Канада добьется совершедшего успеха. А так как мы не признанные мастера, и потом мы еще будем у них покупать в Канаде вот эти вот семена. Как у нас принято. С моего они познаем. Потом не в три дорого, а в тридцать дорого будем покупать в других странах. Это у нас принято. Итак, это Малый Круг. Есть вещи посерьезнее. Значит, смотрите. Итак, чуть-чуть возвращаемся назад на Украину. Вот эта фотография уже этого года. Она сделана 4 апреля. Апель 13 апреля 23 года. А сегодня 14 апреля. Свеженько. Смотрим дальше. Внимание. Приветствую садоводов 13 апреля 23 года. Украина. Сад СВ. И снова персик. Хасанский. Клон Железова. Несмотря на обильный урожай прошлого года, мы видим массу плодовых почек. Надеемся на урожай не хуже. Персик Трудяга. Персик Хасанский. Клон Железова. Ну, еще одно кино посмотрим. 13 апреля 23 года. Украина. Сумская область. Сад СВ. На 100 метрах. В один ряд. Посажен персик Хасанский. Клон Железова. С расстоянием метр двадцать между саженцами на косточку на плодоношение. Десятки сотни тысяч косточек разойдутся по всей планете. Самый морозостойкий персик в мире. Минус 40 градусов. Персик Хасанский клон Железова. Покорит всю планету. Так, слышали, да? Очень оптимистично. Но, в первую очередь, он имеет Россию в виду. Вот. Когда-то закончится то, что происходит сегодня. Вот. Граница снова станет прозрачнее. Вот. Вот он, как сказал. Десятки сотни тысяч косточек. А лучше бы уже готовых саженцах вылет в Россию. Вот. Вот почему сейчас в средней полосе России, в десятках, сотнях садов, персики уже плодоносят. Вот. Причем именно Хасанский. Здесь еще разновидность Минусенский. Но это другая тема. Вот. Действительно выдерживает до сорока. Но он может сорок градусов пропустить урожай. Но погибать уже не погибает. Вот. А сейчас это был оптимизм. Причем оптимизм даже не влияние от меня. А сейчас о грустном. Очень серьезный и грустный разговор. Очень серьезный и очень грустный. Поехали. Так. Итак, мы ищем. Мы ищем, мы ищем. Еще хотел несколько фотографий бы показать. Вот. Это я готовил специальную речь. И что получилось. Дело в том, что уже норма для моего краевского друга. Он продает уже саженцы персиков Хасанского. Но настолько дешево, что плакать хочется. На всякий случай. Мои персики высохали. Не будучи под стеклом. Они увеличились триксе радуги. Это тоже Хасанский. Это 100% мой. То, что я сейчас показываю. Это уже показывал не раз. Поэтому просто бегло. Вот так он выглядит у меня. Вот. И вот что случилось. Итак. Евгений. Об этом была первая серия. Железо все с ней при чем. Вот. Что это Бродский натуралист. Этого добился. Действительно начал это дело. Но. В данном случае. За 10 лет до этого. Даже где-то за 12 лет до этого. Ну и персик был обнаружен. Первая серия об этом. Замерзший в поселке Сизая. За 12 лет почерплено до Бродского. До того, как я от него получил первую поселку. Я показывал целый фильм. Я показывал десятки фотографий. Я клялся Богом. Еще могу покляться. Что все. Что я сказал. Что Бродский не имеет отношения. Вот именно к этому песику. О котором мы говорим. Вот. Ну а вот этот Евгений Гросс Крейсер. Он просто. Рассуждает стереотипом. Он ни при чем. Не знает, что Железо при чем. Кстати, Железо при чем. Вот если бы взять его. Мне так кажется. Вот я поплялся Богом. Да я могу положить. Что попаду в гиену Огненную. Я могу поплялся. Я Железо. Говорю, что я абсолютно. 100% говорю правду. Если нет, то крыло Богом. Что пусть у меня грозит гиене Огнена. Ничего не боюсь. Честный человек. А вот этого Евгения Гросска. Взять бы так же. Попросить попляться Богом. Что Железо не крючок. Что он в курсе. Что действительно Железо получил посылку. От этого. И так оно пошло. А он не скажет. Ну если он не верующий. Он может соврать. Ну чтобы не выглядеть дураком. Или невежим. А повози его Богу на плаху. Занеси топор. Скажи. Если ты не прав. Сейчас твоя голова парит. Он тут же. Выскочит с этого. Как он называется. С этого салона. Где казнь совершается. Спомнется с этого. И рванет так же. Попятки его начнет. Ага. Встанет он. Не проверен. А ты здесь все на этом. Он просто уверен. Он уверен 100%. Он не может быть неправ. Но откуда? Откуда? Он уже лежал. Как не отброска. Вот просто стереотип. Ну нет долгих путей. А что случилось чудо. Что я в лекции в СИЗО. И получил награду. Получил информацию о першике Хасанском. Яшелковице. Пусть и то и то была замерзшая на плач. Но я вот такую веточку смог. Вот такую веточку я смог. Вот. Откопать из снега. Там было 20 сантиметров. И сейчас по всей стране идет. Клянусь Богом. Вот. Клянусь. Теперь. Дальше. О чем мы будем говорить? Другое в том, что Рельза при чем? И это Может оно свежее. Может оно не свежее. Вот это. Ну вообще скорее всего это свежая переписка. Между моим другом Леха и Леха. Это Алексей Иванович Виноградов. Да. Но. Все было по-другому. Вот. Почему? Что нам мешает? Кроме всего прочего. Вот этот вот стереотип. А фактически это глупость. Мифы и реальность вокруг першика. Вот здесь фотография моего першика. Неукровной. Можете сами проверить. Неукровной. Видели? А вот. Это только часть фотографий. Ну здесь еще фотографии абрикосов. Но абрикосы такие, которые в сурегинах имеют першики. Вот. Это уже совершенно другого типа. Это весь пойдет о вегетативных гибридах. А так называемых ксений. А так называемые терегонии. Это тоже интересно. Но не все. Не нужны доказательства. Посмотрим откуда берутся все это самое. И так. Мифы и реальность вокруг першика и абрикосов. Давайте смотреть. Почему? Вот у меня не получается сделать шерифт крупнее. Ну не получается хоть платье. Тогда что я делаю? Я начинаю читать. Здравствуйте, Валерий Константинович. Вам пишет Антон Бирюкович, Кословодска. В гостевой книге вашего сайта я задал вам пару вопросов за днях. Это он старая история. С огромным интересом изучаю ваш опыт. Руды Мичурина, Лусенко, Гусенко. Вот кого надо изучать. Описанное вам результат впечатляет. Вместе с тем, вот комментарий от Андрея Анатольевича. Отделяю за уровень относительно культуры першика и абрикосов в Сибири. Так, внимание. Вот, еще раз говорю. Это человек, который уверен, но голову на плаху не положит. Он умный здесь, потому что он знает, что. Вот. Дело. Ну, давайте пока прочтем. Не стоит быть столь доверчивым. Я про першиков Хакасии. И я один в свое время клюнул на эту утку. Да, была утка. Да, есть человек, который их очень хорошо к фотографии, статьи. Он забыл одну маленькую деталь. Я не буду его назвать, я не буду его позвать. Он и сейчас, как говорится, в строю. Вот. Он укрывал першики. Сейчас вы можете увидеть, когда он проводит эти самые семинары у себя. Он видит, что все першики растут только по самому низу. Догадайтесь, почему. Вот. Но в своих статьях он забывал о том, что он укрывал. Итак, получены оттуда першики. Не мои. Мерзли ничуть не меньше, чем крышки. Это обман в чистом виде. Вот. Заметьте, пока меня не вспоминают. Пока просто речь идет о Хакасии, а просто о Сибири. Ну и о Хакасии. Это обман в чистом виде. Это его уверенность стопроцентная. Он быть не может. Может, я даже бы голову на плохую положил, думая, что голову не отрубят, потому что он не может быть неправ. Средняя температура января в Хакасии около 20 градусов. Кстати, чтобы вы знали, средняя температура не января в Хакасии, а средне-зимняя температура. Это декабрь, январь, февраль. Есть таблица, мы с вами их изучаем. Где около 20 градусов. Это Красноярске, Новосибирске. Вот, Саиногорске у меня. И только, ну, в Сибири рядом со мной. И только Черябинске чуть потеплее. Вот. И везде около 20 градусов. Там уже и на десятая доля. Но, это не значит, что у нас минут 20 каждый день. Бывает и ноль, бывает и минут 10, и бывает и минут 40. Вот. И вот это вот, чтобы вас не впечатляло, средняя зимняя температура в Хакасии на 8 градусов холоднее, чем под Москвой. Надо вот так сравнивать. А то минус 20. Жара. И минус 20 идут персики дима. Правда, Север пропадает в начало ноября. Тоже понятия не имеют, дружище. Это тебе кажется. Вот спросите, когда выпал Север в Сибири? Он тут же возьмет, посмотрит в небо, ткнет пальцем или еще куда-то ткнет пальцем. И скажет, ноября, ага же. Вот. Причем снега много. Сугрома по 2 метра это норма. Вот тут я начинаю волноваться. Ну, ты что, дурак? Ты зачем людям голову морочишь? Какая норма? Средняя норма у нас от щиколотки до валенка. Если брать за 40 лет, средняя. А 2 раза было по колено. За 40 лет. Ну, он же не знает ничего. Он не знает, что у нас как раз-то морозы трещат, когда до Нового года бывает черная земля. Знаете, ребята, как страшно, когда черная земля, не снежинки, а на улице минус 40. А я нагляделся, у меня это, Саинский алюминиевый завод, табло. Каждое утро приезжаешь, а утром же самые низкие температуры. Знаете об этом? Ночью утро. Кругом не снежинки, ну, не черная земля, ну, это самое, просто земля. Жидкой травой. Даже трава не растет, не черта. 40, 45, 47, ну, чаще 20, 30. Всякое бывает. А снега нету, понимаете? Нету снега, вообще нету. Половину зим. А потом, ну, бывает, да. То в марте выпадет, то в мае навалит. И такое бывало. Ну, ты что, дурак, куда ты лезешь-то? Каких 2 метра? Ведь просто сидеть и думать, ну, конечно же, они прячут под снег. И действительно есть такое, прячут. Кроме железов. Так вот, персиководы, видите, берут кавычки. Там не один железов такой. Правильно, говорит, не один. Вот. Имеет кустовидный полис, я учу. Растите кустовидный полис, чтобы хотя бы полперсика было под снегом. Как правило, сеянцы у меня привитые, а наиболее морозостойкие, это мои привитые, мировые рекорды. Привитые сорта деревца, там не выживают. Заметьте, привитые, которые, это, будущее привитого на сверху морозостойки подводят, гораздо морозостойче, чем просто сеянцы персиков. Понимаете? Мы прививаем, чтобы они были более морозостойкие. Не только, чтобы, там, допустим, раньше заплазовалось. Вот для чего. Поймите. Как можно было человеку, который абсолютный, стопроцентный невежа. Абсолютный, стопроцентный. Два метра сверху. Вы представьте, что такое два метра сверху? Поднимите руку вверх. Абрикосы. Абрикосы не выдерживают, не то, что двухметровых снегов. Вырастить абрикосы, когда снег хотя бы метр, это целая проблема. Помните, холмы по железу и так далее. Всё, я разволновался, идём дальше. И где таких, откуда вы берётесь-то, такие специалисты, а? Укладывают пучки и укладывают землю. Да, и это есть. Я только сейчас говорю, что есть у нас такой специалист. И позорит нас, потому что забывал много лет написать о том, что в своих статьях или хотя бы людей предупредить, что они в нём, под снегом. Снег их благополучно укрывает. А где ты увидел нас снег? Ёп. И никогда в течение зимы не тает. А только нарастает ещё больше. Вон нарастает. Вот. И в этом году было это. Валенки не закрывал снег. Считается много. Потом эти перезимовавшие побеги, и кто далеко не всегда, цветут. И даже иногда плодоносит. Если июньские заморозки, не побьют цветки и не завязывают. На следующий год эти побеги, уже не укрыть. Им дают отмёрзнуть до земли. Ну идиот. Ну идиот. Вот я бы тебя не оскорблял, но назвал идиотом. Зачем ты из себя идиота сделал? Ты не был в Хакасии, ты не знаешь ничего. Ты не был в Шушенском районе, где мой сын. Потом появляется новая польза. Вот. Как вам такая агротехника вращения персика? Нормальная агротехника, если там, где много снега, пожалуйста, посереду вращения. Субтитры сделал DimaTorzok